Здравствуйте, добро пожаловать на уроки Тора. Наши еженедельные уроки обычно посвящены недельной главе, и этот урок не будет исключением. Но учитывая, что суббота является тоже 9 ава, 9 ава обычно это пост, в этот раз 9 ава попадает на субботу, пост переносится на воскресенье. Соответственно, большая часть моего урока будет посвящена 9 аву, не самим законом, законом будет, будет отдельный урок про законы, но именно про храм, про Иерусалим, и мы увидим, насколько наша недельная глава на самом деле соединена с 9 ава. Это та недельная глава Дворим. Это первая недельная глава Хумыша Дворим, книги Дворим. И она всегда читается, эта глава всегда читается перед 9 авом. То есть не просто так случилось. Давайте посмотрим, какие действительно намеки в этой главе есть, и какие уроки. Начинается недельная глава Дворим. Слово Дворим – это слова. Вот слова, которые говорил Мой же всему Израилю. За Иордана, в пустыне Арава, против Суфа, между Параном, начинается целое перечисление географических точек. Читатель читает и идет дальше. Раша говорит, что на самом деле мы эти географические названия нигде больше не встречаем. То есть мы думаем, наверное, просто, простой читатель думает, наверное, просто мы плохо знаем географию Израиля. А Раша говорит, что на самом деле все эти точки, это на самом деле были не географические названия, а были намеки. Мой же Робейн намекал, напоминал и намекал еврейскому народу. Это был его как бы выступление, прошло 40 уже лет в пустыне. И Мой же напоминает еврейскому народу о ихних ошибках, о ихних грехах. И перед смертью Мой же Робейна хотел дать им, можно сказать, упрек, напоминание, но в том смысле, что они должны исправиться и помнить о своих ошибках, чтобы больше их не допускать. Но все это происходит именно намеками. То есть не написано, что Мой же Робейну, и вот слова Мой же Робейна, Мой же Робейну накричал на еврейский народ и дал им упрек. Нет, он намек, ему он сказал, это географическое название намекает на золотого тельца, это географическое название, на самом деле, это намек, когда они роптали в другом месте. То есть намеками. Очень интересно, что вот этот упрек, который дал Мой же Робейна, с одной стороны, Мой же Робейна ведь дает упрек всему еврейскому народу, это очень важно, он говорит всему Израилю, но он дает этот намек, он не напрямую. Но это очень важно, когда человек иногда должен упрекнуть кого-то другого. В Геморе написано, что Иерусалим был разрушен, чрезвычайно Гемора, языка знаменитая, Гемора говорит, одна из причин, почему Иерусалим был разрушен, потому что они не давали упрек друг другу, они не делали замечания, не игнорировали. И поэтому люди продолжали грешить, никто никому не делал замечания, Иерусалим был разрушен. То есть упрек надо и нужно правильно просто говорить своим знакомым, но надо знать, как это делать. И Мойша, тоже одна из причин, почему начинается дневная глава 1-9 Мава, Мойша делал очень косвенно намеком, но человек должен понять этот намек. Поэтому написано, что он говорит это всему Израилю, и Мойша сумел, с одной стороны он обратился ко всему Израилю, всему иерусскому народу, но с другой стороны он умел, так это сделать, чтобы каждый почувствовал, что говорят именно с ним. Хасам Сойфер, великий раввин Братиславы, Прешбург, он сказал один раз, он выступил, дал целую речь, и там было много упреков его прихожанам. И он сказал очень интересный момент, он сказал, что я на самом деле никого не имею в виду. На самом деле, я не могу сказать, что я кого-то лично имел в виду, я говорил все общения, но чтобы вы знали, если кто-то из вас чувствует, что я имел его в виду, так чувствует действительно, что это я с вами разговаривал, как будто я лично с вами говорил. То есть он не показывал пальцами, но каждый должен, слушатель, понять, что если он чувствует, что эта речь относится для нас, для него, вот так она таки, она и с ним и говорит. Сказывает очень интересную историю в Иерусалимской синагоге. Во время третьей трапезы выступал всегда, каждый шаббез выступал раввин. И он узнал, что один из его прихожан, у них проблема с семьей, он не очень уважает свою жену, он неплохо относится. И он решил в своей еженедельной речи, выступлении во время третьей трапезы, он решил мягко поднять эту тему, что ломба есть, что надо жену уважать, не надо не обижаться, женщины тоже люди и так далее. И он действительно, этот раввин выступил хорошо. После его речи к нему подошел Робица Залма Мерц. Робица Залма Мерц, это был один из величайших раввинов в РЦСЛ, в начале 50-х годах, он написал большое, многотомные комментарии на Рамбума, большой расширил, то есть великий раввин. Он оказался в этой синагоге во время этой речи. Чисто случайно, он там все обочтенны. Он начал его слушать. И он почувствовал, ух ты, так мне тоже надо улучшить свои отношения с моей женой. И он действительно почувствовал, что да, иногда я на нее обижаюсь, иногда она переписывала его записи, потому что он писал книгу, и у него был плохой почерк. И она переписывала, иногда она ошибалась. И он подошел к раввину и сказал, ой, большое вам спасибо, Реба, я вам так благодарен. Я действительно постараюсь исправиться и лучше мои взаимоотношения с женой. Так потом этот раввин кому-то говорил, тот, которому я на самом деле посвятил эту речь, он вообще, наверное, ее прослушал, не понял, что это я его имел в виду. Ребится с замомельцем, который был садиком, и многие могут позавидовать его взаимоотношениями с женой, он почувствует, что говорят с ним. Это очень важный и правильный момент. Человек, когда слышит, во-первых, надо уметь дать упрек, но человек, который слышит, надо уметь его воспринять и понять. И когда человек, или к вам это относится, а не к вам, вы можете слушать какой-то урок по телефону и на интернете, явно уроки для всех, но если вы чувствуете, что этот урок, да, касается вас, то чувствуете, что это Всевышний, который Всевышний всем руководит, и так уж получается, что так вот совпадение, вот вам попался этот урок, значит, вам попался вот именно этот оратор, и вы чувствуете, что это, вам есть что-то изменить, у вас есть где расти, значит, этот урок для вас. Поэтому, точно так же, пользуясь, с этими словами, мои уроки, ни в коем случае, если я что-то говорю, какие-то комментарии на тор, у кого-то, я никогда никого не хочу лично упрекать, не дай бог, но если кто-то из моих слушателей когда-то чувствует, что для них, как будто, ой, вы знаете, как будто вы со мной разговариваете, так оно и есть. Мой Шарабейн, разговаривал со всем еврейским народом, и каждый чувствовал, что говорят именно с ним. Но он опять-таки, он это делал очень мягко, и это следующий важный момент нашей недельной главы, ни в коем случае не задеть чувство кого-то другого, даже когда тот второй человек действительно не прав, то есть вы делаете упрек, если мой Шарабейн отчитывал еврейский народ за ихние грехи, за ихние ошибки, но это не дает право вам кого-то унизить, даже если тот не прав, это не дает вам право кого-то унизить, кого-то обидеть и кого-то оскорбить. Даже если второй человек не прав, и даже если вы обязаны ему что-то сказать, сделать замечание. Рабар Ел-Ивин, тоже он жил в Израиле примерно в эти же года, и он, его было кличко Цадик, Цадик, наше поколение, на русском языке есть целая книга, так и называется, праведник нашего поколения, и он, одно из вещей, которое он делал, он навещал людей в тюрьмах, он приносил еду беднякам, одно из вещей, которое он очень часто делал, он подписывал, когда кто-то одалживал деньги, он гарантировал, то есть, что если должник не заплатит, он заплатит. То есть, он был гарантом. И Ораф называется, наявите, и он всегда, если кто-то его просил быть гарантом на какую-то суду, он всегда с удовольствием это подписывал, и его родственники часто ему говорили, папа, ты знаешь, иногда, а вдруг придется платить, ты ставишь себя, да ничего страшного, ничего страшного, ничего страшного. Ну, и как вы себе можете себе представить? Конечно, вы уже все знаете, какая будет следующая часть моей истории, конечно, сейчас увидите, не совсем, как вы представляли себе. И его вызывает суд, его вызывает в Рейский суд. Ему сказали, вы знаете, тут, должник, который не выплачивает свой долг, учитывая, что на бумаге ваша подпись, значит, вы как гарант, вы обязались за него заплатить, приходите, мы должны вам все это показать, и вы будете, значит, вы обязаны теперь выплатить этот долг. Он, если не пришел в суд, и он посмотрел на эту бумагу, и он увидел, что его подпись, это была фальшивая подпись, это не была его подпись, он никогда не подписал эту бумагу, и должник просто, он подделал эту подпись. Первая реакция, конечно, борьба за справедливость, и так далее, но он, посмотрел, там стоял, в суде стоял вот этот должник, который, вы же понимаете, можете представить его лицо, когда он смотрит на Раба Левина, Рей Левина, который видит, что это фальшивая подпись, и Рей Левина сказал, да, я согласен, если он не может платить, я заплачу, и он заплатил. И потом он другим рассказал, что я не хотел его просто опозорить. Представляете, мало того, что у него нет денег выплатить этот долг, теперь он должен еще быть опозорен, что он подделал мою подпись, и он заплатил сегодня этот долг. То есть человек, опять-таки, мы, большинство из нас, я не знаю, большинство из нас, наверное, не на этом уровне, заплатить чей-то долг, когда человек еще и вас подставляет. Но надо всегда помнить, что никто никогда не давал никому право оскорбить кого-то, унизить кого-то, даже если вы считаете, что вы правы. И это напоминает нам знаменитая история, печальная история. Кимура говорит, почему был разрушен второй храм. Второй храм, который был разрушен уже больше, чем 1950 лет. И у нас через, через несколько дней будет 9-ая ава. Пока что он его еще не отстроили. Почему он был разрушен? Гимура приводит историю. Многие из вас, наверное, ее слышали. То есть последняя история, из-за чего в конечном итоге он был разрушен, когда было два еврея. У них были очень похожие имена. Одного звали Камца, другого звали Бар Камца. И один, и был еще третий человек, интересно, Гимура даже не приводит его имя. Тоже интересный момент. Это был, на самом деле, историю о трех. И был кто-то. И у него был один друг, а другой ненавистник. И у них были похожие имена Камца и Бар Камца. И когда он делал пир, он должен был, конечно, пригласить на этот пир друга. Габай, его помощник, пригласил, по ошибке, пригласил врага. И враг, он, видите, его приглашает на пир. Кто его приглашает? И вот другой враг, он говорит, ну, наверное, он хочет со мной помириться. И этот враг, этот ненавистник пришел на этот пир. И когда хозяин этого пира, глава этого пира увидел, он, что тут делаешь? Ты что, не знаешь? Мы же в ссоре. Так тот сказал, пожалуйста, давай тихо, спокойно, дай мне докушать, я уйду. Нет, уходи, вон. Он сказал, давай, я заплачу за свою порцию. Нет, вон, уходи. Он сказал, я заплачу за пол, за пол трапезы, за всю трапезу. И его вышвырнули, в конечном итоге его таки вышвырнули с трапезы. И этот врагамский сказал, ага, там были раввины, там присутствовали раввины на этой трапезе. И они видели мой позор. И они ничего не сказали. Я им отомщу. Что он сделал? Он пошел к цезарю. И он сказал, что евреи, на самом деле, против него восстали. Давай это проверим. И, как говорится, сделай. Если вы хотите, всю эту историю, она на русский переведена и она напечатана. Но в конечном итоге, из-за этого был разрушен храм. Потому что цезарь действительно поверил, цезарь послал армию, храм был разрушен. Егемора говорит, из-за чего был разрушен храм? Из-за того, что опозорили этого баркамцу. Мы не говорим о очень положительном евреи. Это тот еврей, который потом доложил цезарю и из-за него разрушили храм. Даже его позор, в конечном итоге, храм был разрушен из-за его позор. И многие-многие комментарии говорят, что учитывая, что храм, на самом деле, много вещей, много было факторов, почему там была гражданская война, люди не уважали раввинов. Есть разные факторы, но в конечном итоге, конечная история, так Всевышний как бы все подстроил, из-за которой был разрушен храм, это потому что опозорили еврея. Никто ничего не сказал. Наши комментарии говорят, в Иерусалимском Талмуде написано, что если есть поколение, в котором храм все еще не восстановлен, это как будто они его разрушили. Потому что если бы поколение было достойно, чтобы храм стоял, он бы был отстроен. Поэтому, учитывая, что сейчас храм не отстроен, одна из задач каждого поколения это исправить эту ошибку. То, что наши мудлицы называют Синадхинам. Синадхинам это беспричинная ненависть. И многие из вас говорят, наверное, вот каждый год все эти раввины говорят одну и ту же речь. Если вы слушали мои уроки в прошлом году и позапрошлом году и другие уроки, каждый год Синадхинам ненависть, надо мириться, надо друга любить. Сколько уже можно? Я вам скажу. Столько, пока не будет отстроен храм. Потому что если еще у нас, надеемся в этом году, что это не произойдет, но если будет еще один пост 9-го абла, значит, еще одно доказательство, что в резком норове, к сожалению, есть эта проблема беспричинная ненависть. У тебя слово беспричинная ненависть, что же беспричинная? Я мне что-то сделал. Беспричинная ненависть это ненависть, которая логически вы не имеете права его ненавидеть. Если вам кто-то что-то сказал, он вас плохо посмотрел, это не значит, что вы имеете право его ненавидеть. Если есть какая-то денежная ссора, можно пойти кровью, можно пойти в суд. Но все остальное это беспричинная ненависть. Наши мудрецы говорят, что из-за этого был разрушен храм. И в нашей недельной главе есть прямой намек на это. Если посмотрите, в нашей недельной главе двадцать седьмое предложение. Очень интересно. Мой Шрабейн опять-таки напоминает евреям о ихних ошибках. И там Мой Шрабейн говорит такую фразу, что когда они послали мараглы, они послали разведчиков, разведчики вернулись и сказали, что к сожалению, мы чувствуем, что мы никак не сможем завоевать Израиль. И тогда Мой Шрабейн говорит такую фразу, «И возраптали вы в шатрах ваших и сказали...» Теперь начинается прямая речь. Что евреи сказали, когда они плакали? Это первая девятая ава. Это девятая ава, из которой все началось. Потому что плач вот этот был девятого ава. «И сказали евреи, по ненависти Господа к нам Он нас вывел из земли египетской». Знаете, почему нас Бог вывел из египетской земли? Потому что Он нас ненавидит. Это не... Он потому что нас ненавидел. Вот поэтому Он нас вывел из земли египетской, чтобы предать нас в руки аморейцев и на истребление. Вы понимаете? Оказывается, знаете, почему Ашем сделал десять казней в Египте? И каждого перманца египетского Он наказал. И потом они прошли через море. Море раступилось. И они получили огромное количество богатства, золота у египтян. Потом Он им начал давать ману небесную. Они получили Тору. Знаете, почему Ашем сделал? Потому что нас ненавидят. Как такое вообще можно сказать? Вот, понимаете, если бы не было напечатано, я бы не поверил. Но евреи сказали. Опять-таки, мы не понимаем, что там происходило. Они были не на нашей море. То, что написано. По ненависти Господа это произошло. Один из комментариев говорит, знаете, что у кого болит, тот о том и говорит. Вот такое выражение. Когда человек имеет у себя, в себе, в глубине души какую-то ненависть, у него есть это черта характера, он кого-то ненавидит. Он обычно замечает это у других и видит ее даже, когда ее нет. И поэтому, говорит Клейок, это классический комментарий в Нахумыш, евреи, знаете, почему евреи обвинили Всевышнего в ненависти? Потому что, значит, такое могло быть только, если у них в глубине души была вот эта ненависть. Друг к другу, нет Всевышнего. Но черта характера вот эта ненависть, опять-таки, слово ненависть, это может быть очень большое и страшное, это может быть что-то очень маленькое. Но даже если маленькое, знаете, когда есть стена, и в этой стене есть маленькая трещина, дамба, или какая-то стена, на которой все держится. Если маленькая, маленькая трещина есть, эта трещина потом пойдет больше, станет больше и больше, и потом все рухнет. Так если у евреев была вот эта маленькая трещина ненависти, именно поэтому они обвинили Господа Всевышнего, что Он нас, оказывается, ненавидит, и уже тогда 9 ава, 1-я 9 ава уже был как бы посеян вот этот корень ненависти. И теперь это взросло, и мы до сих пор мучаемся, что мы находимся в Галуте с разной причиной. Есть очень много разной причины, мы не знаем все подробности, все причины, почему Бог делает, как это делает Бог. но одну вещь мы знаем, что нам мудрецы сказали, что второй храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. Первого же, вот этот, в начале 9 ава, эта ненависть всплыла, пока храм не отстроен, значит, у нас это есть. Теперь наша цель максимально работать, опять-таки, если, если вы знаете, у вас есть какой-то человек, который вы недолюбливаете, обычно, хорошие, нормальные явления такое, что я не буду сказать, что я кого-то ненавижу, есть люди, которых я не очень люблю, есть люди, которых я избегаю, есть люди, с которыми я не разговариваю, слушайте, если не разговариваю, потому что он с мной тоже не разговаривает, если он ко мне подошел, конечно, но он с мной не разговаривает. Иногда это бывают, кстати, родственники, иногда это бывают близкие родственники, иногда, когда-то, если у вас где-то есть в глубине души маленькая трещинка, вы кого-то недолюбливаете вы кого надо постараться максимально над этим работать мы не знаем кто и как приведет мы шейха и исправит эту трещину из и отстроит храм но каждый из нас то чего начал урок я никого лично не имею ввиду я обращаюсь к всем кто меня слушает но каждый должен чувствовать что если храм не отстроен может быть это я может у меня в глубине души есть какая-то ненависть кому-то может мне надо это исправить сразу же начали тему храма и эта тема которая сейчас при двери 9 августа всплывает на самом деле все эти законы которые нам мудрецы дали то чтобы вспомнить о храме что чего нам не хватает но вот эта тема храм почему на самом деле очень тяжело детки даже если говорить о религиозных евреев которые все соблюдают люди которые к сожалению далеки от этого который может быть не соблюдать некоторые вечную мать они непонятно что как они субботу соблюдать вы хотите чтобы ничего храма плакать давайте возьмем хорошего все евреи хорошие религиозно религиозного верующего еврея который все соблюдать Он ходит в синагогу, он соблюдает кашрут, все замечательно. Но спасите его, скажите честно, вам что-то в жизни не хватает, храмы что-то платят. Ну, тяжело. На самом деле, уже в геморре, гемора, которая была написана более полутора тысячи лет назад, гемора говорит, что вот эта горечь о храме, это уже притуплено. Это во времена гемора, что уже говорить о нас. Немножко притуплено, поэтому законы не такие строгие. Гемора говорит, очень интересная вещь, гемора говорит, что Коин на самом деле не должен был бы пить вино. Если кто-то из моих слушателей Коин, сейчас 9 дней, мы и так не пьем вино. Но вообще-то, если вы Коин, смотрите, если вдруг придет Бесамикдаш, написано, что он может мгновенно прийти и спуститься с небес. И нужно, срочно нужен будет Коин, чтобы служить в храме. Написано, что если кто-то выпил только что стакан вина, он не может служить в храме. Так по идее, говорит гемора, если вы Коин, вы должны быть всегда на готове. Боевая готовность номер один. А в другую большейка придет. Чего же вы пьете вино? По идее, Коин не должен был пить вино. Но, говорит гемора, к сожалению, это во времена гемора, поскольку уже сколько лет прошло, и храм до сих пор не отстроен. Мы уже как бы вернулись в обычный нормальный ход жизни. Коины пьют вино. Мы об этом не думаем. Это все далеко от нас. Уже во времена гемора. Вопрос, почему? С одной стороны, намудельцы говорят, как это важно помнить о храме. Почему действительно это так тяжело даже людям, которые соблюдают? И очень интересный момент, который приводится в книге Робарона Котлера. Робарон Котлер – это основоположник ешивы, леквудской ешивы. Леквудская ешива – это самая большая ешива в Америке. Одна из самых больших ешив, по-моему, только в мире ешивы в Иерусалиме больше, чем леквудская ешива. Леквудская ешива – там есть тысячи парней, и женатых людей. То есть это величайшая, знаменитая ешива. И он ее основал – это был Робарон Котлер. Он спасся во время Второй мировой войны. Он спасся. И он приехал в Америку. И он сказал, что он хочет строить ешиву. Когда я говорю, строить, не только физически строить дом, строить. Но строить, значит, надо найти учеников, надо материально, чтобы это все наладить. И многие люди говорят, что сумасшедшие. Это была эпоха, когда все европейское вещество было, в прямом смысле, слово уничтожено. Ведь огромное ешива было все уничтожено. Америка – это не была страна, которая почва была для роста Тора. Да, были уже тогда ешивы, была ешива Тора в Адас. Но большинство американских евреев, к сожалению, почти ничего не соблюдали. Большинство американских евреев были далеки от Торы. И даже те люди, которые соблюдали понятие сидеть и учить Тору, то есть посвятить жизнь изучению Торы, такого понятия не было в Америке. Когда приехал Робаран Котлер и сказал, что давайте строить ешива, он у него сказал, что он чуть ли не сумасшедший. В Израиле, кстати, была такая же история с другими раввинами. И эти сумасшедшие люди построят эти великие, знаменитые ешивы. Это Робаран Котлер. Сейчас вы увидите, почему это все вступление делаем. Так Робаран Котлер пишет в своей книге. Вопрос он задает, почему действительно храм так далек от нас, и мы не чувствуем, не плачем. Он говорит, знаете, почему? Потому что у нас нет желания расти. Если, мы, ну, все в порядке. Если простой, хороший религиозный бей, у него есть синагога, он не живет там в каком-то городе, где нет, то есть синагоги, он не живет там на Тайване. Кстати, на Тайване, я уверен, тоже есть хаббатская синагога. Но он живет в хорошем городе, особенно если он живет в Израиле. У него есть синагога, у него есть кошебный магазин кошебной еды. У него есть, слава богу, религиозная жена, религиозные дети, у него есть школы, куда он их посылают. Все замечательно. Он просыпается утром, он идет на шахарис, он муч. Раз в неделю он еще может даже уроки какие-то слушать. Все у него замечательно, у него все есть. Мы уже говорили об этом, когда-то на наших уроках, что на самом деле, что нам не хватает. Так говорит Рабаран, что это наша проблема. У нас нет желания расти. Если бы человек хотел расти, так он бы на этом не останавливался. Знаете ли вы, дорогие слушатели, что у нас, вы да знаете, что у нас есть 613 заповедей. Это знаменитая цифра, которая все время упоминается. В Евлее есть 613 заповедей. Тарьяк Мицот. Есть 248 положительных, значит 248, что я должен делать. И 365, ко днему году, 365 запретов. Ховецхайм написал небольшую книжку. Список заповедей, которые сейчас в наше время есть. Ховецхайм говорит, у нас осталось только 77. То есть из 248 на сегодняшний день, есть только 77 заповедей положительных, которые мы можем соблюдать. Потому что в эти заповеди входит приношение, жидоприношение. В эти заповеди входит законы Назира. В эти заповеди заходят законы Сойты. Законы, когда у кого-то плеш на теле, на одежде и так далее. Из 365 запретов осталось только 194. Чуть больше половины запретов. И меньше третий заповедей у нас есть. То есть, что значит у нас нет? У нас нет, все равно 77, что вы не хотите. Если Бог создал мир и дал Тору. И в Торе есть 248 заповедей. Наши молодецы говорят, что каждая заповедь на соответствии какой-то части тела. Значит, для нашего духовного тела, не физического, для нашего духовного тела, чтобы оно полноценно росло и развивалось, наше духовное тело, должны быть 248 заповедей. У нас меньше третий. Так человек, если бы хотел расти духовно и достичь своего максимального уровня, действительно, стать тем, кто он должен стать, он бы чувствует, что у него не хватает храма. Пока храма нету, я не могу стать самим собой, я не могу ничего достичь. Но человек, это у него все в порядке. Зачем нам храм? У меня уже все есть. Так говорит Робарн, поэтому я сделал вступление, кто такой был Робарн. Робарн Котлер, это тот, который не остановился и сказал, ну, слава Богу, я спасся. Слава Богу, я все соблюдаю. У меня хавруса есть. Рухаше, там скашрут, можно там. Нет, он построил эту огромную ешиву, в которой сейчас тысячи учеников сейчас не учатся, сколько выпускников и так далее. Он не остановился. Так Робарн Котлер говорит, это очень интересный момент, что наша проблема, что мы не хотим расти. Мы, рожденный ползать, летать не может, было такое выражение. Мы, конечно, все хотим летать, но мы довольны, к сожалению. Когда дело доходит материальных вещей, обычно люди хотят еще. Знаете, если у него есть одна машина, можно купить другую. Почему-то здесь никто не говорит, ну, все, я уже свой миллион заработал, мне больше не надо. Так Робарн говорит, что точно так же здесь. И Робарн приводит интересные примеры. Робарн говорит, что если вы посмотрите в пророках, пророки говорят, пророки, которые говорят, что будет с евреями. Например, он приводит цитату из пророка Йоэль. Пророк Йоэль говорит, что ваши дети будут пророками. То есть пророчество есть, что когда и будет, после того и залью я дух свой. Об этом Всевышний говорит, на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Есть пророчество, что даст Бог, мы надеемся, что мы доживем, что наши дети станут пророками. Пророк, это не просто, что он там пророчествует, начнется святой человек. У кого-то есть желание, чтобы его сын стал пророком. В лучшем случае, это врачом или адвокатом. А мы должны говорить, Робарн, вот, мы должны, наше стремление должно быть, что мы должны быть выше всего этого. Если бы оно у нас было, мы бы чувствовали, что храма не хватает. Опять-таки, это не упрек, ни в коем случае. Это не упрек, сказать, вот какие мы все плохие, мы все очень хорошие. То, что мы даст соблюдаем, это очень важно, чтобы мы продолжали соблюдать. И у евреев то же самое, кстати, насчет ненависти. Я говорил до этого, что если есть ненависть, на самом деле у евреев, это прекрасный народ. Надо не забывать. Огромное количество, сколько денег дают. У меня прямо сегодня была история, я кого-то попросил кому-то помочь сразу. Человек мне, не задумываясь, сразу сказал, сколько он даст денег, кому-то помочь, там срочно надо было. Евреи очень хорошие. Но мы хотим быть лучше. Значит, этого недостаточно, поскольку Всевышний вот этим хорошим, замечательным невеем, которым мы есть, все еще храма не вернул. И, к сожалению, над стеной плача, как я уже в прошлом уроке говорил, там золотой купол. Значит, чего-то мы хоть и хорошие, но чего-то это все-таки не хватает. И мы должны работать, чтобы оно все-таки вернулось. Раз, опять-таки, помните и работа над этим, это очень важный момент. Что если человек да помнит о храме, и да переживает, и человек на самом деле сконцентрироваться, особенно в эти дни, сейчас 9 дней будет 9 ава, подумайте, что произошло. На самом деле, 9 ава, это не только день, когда был разрушен, это день, когда были разрушены оба храма, это день, когда нашим праотцам сказали в пустыне, что они не войдут в Израиль. Это день, когда был разрушен Бейта, когда был разрушен Бейта, там были, в прямом смысле слова, где можно приводить, реки еврейской крови. Потом эти трупы лежали несколько лет, это было огромное количество людей, которые погибло. И это день, когда была спасена Сион, то есть храмная гора была спасена. Это 5 вещей, которые упомянуты в Геморре. Кроме этого, это те дни, когда была разрушена Александрийская община, там была огромная община. Это тот день, когда были изданы евреи из Испании. Это уже ближе к нам, это тот день, когда началась Первая мировая война. И это, то есть это черный день. Но человек должен немножко задуматься, чего у нас нету. Чего у нас нету храма. И если человек задумается, что Всевышний, есть такое выражение, очень неприятное выражение, Бомж. Да, что такое Бомж? Может и без определенного места жительства. У нас, из какой страны бы вы ни приехали, где бы вы ни живете, ну если человек уже там на скамейте, ну это же совсем плохо. В наше время, да вы что? Так Всевышний, это, кстати, это Раби Дюшон. Почему Раби Дюшон, один из больших раввинов, он говорит, вы отвечаете, обидите себя, что у Всевышнего как бы нету дома. Если образно сказать, Всевышний, он Всевышний, конечно. Ну, у Всевышнего был храм, это Мешкан, храм, это то, где есть, так можно сказать, он жил. Он его разрушил. Опять-таки, целое объяснение, почему он его разрушил. На самом деле, это он его разрушил, чтобы спасти еврейский народ. Что это было как бы искупление. Храм был разрушен, теперь, ну, еврейский народ остался живым. И последние почти две тысячи лет Всевышний находится без определенного места жительства. Если бы кому-то из вас сказали, подумайте, страшно подумать, что кто-то из ваших близких родственников, к сожалению, нуждается. Мы его видим, вы знаете, неприятно мне вам сказать, я видел, как ваш брат, отец, сын, неважно, на скамейке спит. Да вы что? Не может быть. Мы бы что-то сделали. Так, Хабетсхайм говорит интересную вещь, Хабетсхайм говорит, представляете, вы в вашу синагогу, там, где вы живете, приходят, или я у Ганавин, и говорят у нас компания. Надо собрать деньги для отстройки храма. Мы, знаете, на самом деле, Всевышний сказал, что уже евреи заслужили, просто денежный вопрос. О, все бы сразу бросили, сколько бы хотелось. Я хочу дать хоть кирпичик, хоть что-то, я хочу, конечно. Там ведь третий храм. Так мы должны, в первую очередь, захотеть это, а во-вторых, мы должны исправить наши ошибки. Но помнить надо, что храма нет, и что Всевышнего нет, он без определенного места жительства. Интересно, я тоже Ребен Дюшон рассказал, он обратил внимание, что царь Давид. На самом деле, история царя Давида, она в основном написана в книге Шемуэль, Самуэль. Если вы начнете, начало книги царей, книги Малахим, она начинается, на самом деле, так переходит от царя Давида, к царю Шлоеме, к Соломону. И там приводится его завещание. То есть сначала там был вопрос, кто будет следующим царем. В конечном итоге было определено, кто будет следующим царем. И там царь Давид, он уже перед смертью говорит там последние слова с Шлоеме. И в этом небольшом отрывке он говорит Шлоеме, и сыны Барзилы окажут милость. Ты должен оказать им милость, и пусть будут они среди тех, кто ест со двоим столом. Ты, Шлоеме, он своему сыну говорит. Есть семья Барзилы. Сейчас мы видим, кто это такие. Обязательно следи, чтобы его дети были рисовать за своим столом, царский стол. Почему? Потому что когда я убегал от Ави Шалома, брата твоего, они мне помогли. Давид Амелов за ним гнался его любимый сын. Его любимый, его родной сын. Он убегал. И семья Барзилы его приютил. Так Давид перед смертью говорит Шлоеме, поскольку они в свое время меня приютили, пусть они будут кушать за твоим столом. Рабережон сказал, когда придет в Машеях, и Всевышний отстроит храм, то, конечно, те люди, которые его приютили, когда он убегал, точно так же, как царь Давид, которого Барзиле, царь этот Барзиле, его имя было Барзиле, Димора говорит, что он очень простой человек, скажем так. Он не из списка 36 садиков пророков мира. Он простой, простой мужик. Там Димора про него разные вещи рассказывает. Но он спас царя Давида, он его приютил. И поэтому его поколение, его потомки будут за столом царя Соломона. Когда Всевышний отстроит храм. Мы хорошие люди, да? Все те, кто 9-е, а вот эти 9-е дни вздыхал, хотя бы вздохнуть хоть раз. Когда мы это вздохнули, хоть вздохнуть. Когда в следующий раз вы подумаете, если заплакать тоже, что-что-что, плакать. Но на самом деле человек, который вздумается, что происходит, действительно можно и сплакать не плакать. Когда мы во время молитвы, когда вы, если вы вздумаете, что вы говорите, что пусть Всевышний отстроит Иерусалим, так вздохнули, поплакать, так вы считаетесь среди тех, кто приютил Всевышнего. Вы переживаете за Всевышнего. Если вы делаете митвы, если вы пытаетесь помирить кого-то, вы знаете, что где-то есть ссора, вы их помирили. Почему? Потому что я слышал, что из-за беспричинной ссоры Всевышний не может отстроить храм. Я хочу ему помочь. Я хочу отстроить этот храм. То когда он да будет отстроен, каждый этот человек будет, поскольку он приютил, в прямом смысле слова, приютил Всевышнего, значит, конечно, Всевышний в долгу не останется. Наши мудрецы говорят, что все те, кто оплакивали храм, соблюдали вот эти законы, не кушали мясо, вино. Эти законы неприятные, законы пост особенно. Но поток, они удостоятся, увидеть, когда его отстроят. Более того, в первую очередь, когда будет воскрешение из мертвых, это станут те, кто ждал этого храма. И Всевышний, Всевышний хочет, чтобы это было отстроено. Интересно, там пророк Ишая тоже, пророк Ишая говорит, что Сион, надо его ждать, искать. Есть специальные даже митвы, если вы помните, на Песах, чуть меньше полугода назад, мы кушали бутерброд. Сначала мы кушали мацу, потом мы кушали марор. И потом мы кушали бутерброд. То есть маца, это более серьезная вера. Марор, это горечь. Потом мы сделали бутерброд. Почему мы сделали бутерброд? То есть белое и горькое. Это в память о храме. Мы сказали, что мы специально постановили вещи, чтобы напомнить нам о храме, специально в молитве мы это говорим. И сейчас в преддверии 9 авгу, конечно, это то время, когда надо вспомнить об этом. Интересно. Есть очень интересный фасук в Ишая. Пророк Ишая говорит, на первом взгляде, немножко не до конца понятно. Есть как бы стража. Написано, сказал страж, то есть охранник сказал, его спросили, сколько будет длиться ночь. Ночь, наши комментарии говорят, это голод, это изгнание. И спрашивают стража, сколько будет длиться ночь. Мы уже в изгнании, опять-таки, изгнание, это после второго храма, почти две тысячи лет. Сколько уже будет это длиться? И страж отвечает, сказал страж, утро настало, но и ночь. На самом деле, уже было утро, уже была ночь. Если хотите, просите, говорите, молитесь. Если вы хотите, чтобы было утро, так молитесь, просите. Просите, чтобы было утро. Но интересно, он говорит, что было утро, была ночь. Приходится интересный пример. Евреи, несколько было евреев, и они путешествовали. Там в примере приводится, что они путешествовали из Одессы в Петербург, и купцы, и по дороге они были очень уставшие, они остановились в еврейской гостинице, скажем так, они пошли спать, и они были очень уставшие, пошли спать, но просыпаются, а на улице темно, они говорят, что это темно, что такое, открыли окна, и они спрашивают, почему до сих пор темно, он говорит, вы проспали целый день, вы пошли спать, вы настолько были уставшие, что вы просто проспали почти 24 часа, сейчас уже следующая ночь, вы просто проспали день, так комментарии говорят, что на самом деле во времена этого галута, вот за эти две тысячи лет почти, было очень много моментов, когда евреи могли бы заслужить утро, были очень много моментов, я несколько дней назад слышал от имени Рабмойша Фанчина, Рабмойша Фанчина, который живет совсем недавно, я слышал лично от его ученика, что Рабмойша ему сказал, ты знаешь, его ученик живет сейчас в Лейкваде, он выступил и сказал, что мне Рабмойша сказал, что ты знаешь, с Симхабонем, Рабмойша должен был вот сейчас прийти, но к сожалению его прогнали, потому что была ссора, Рабмойша ему сказал, что была ссора, он только пообещал никому не рассказывая, кто это, мы не знаем, но Рабмойша Фанчина сказал, что Рабмойша должен был прийти, его прогнали из-за этой ссоры, и приводится, что очень часто есть моменты в еврейской мировой истории, когда на самом деле должно быть утро, наши мудрецы говорят, очень многие намеки, когда Маше придет, симоним, приметы, и вот сейчас они все есть, сейчас особенно в наш год, это год шмита, написано, что Маше должен прийти, войны будут в год шмиты, Маше должен прийти сразу после шмиты, оно есть, мы, надо просто не проспать это утро, надо, если его легко заслужить, так евреи должны взяться, действительно, те моменты, которые я это упомянул, и даст Бог, если евреи будут помнить о храме и пытаться его восстановить, то даст Бог, действительно, мы удостоимся этого утра. Есть знаменитая Гемора, в конце тритата Маккес, Гемора рассказывает, был раба Гамлиэль, раба Леза Беназария, раб Ешуа и раба Кива, кстати, они встречаются тоже в Агаде, если вы помните, на Пейсах, там был еще Раптарфун, эти четыре раввины, они путешествовали, они пришли в Иерусалим, и тоже после разрушения храм, они порвали свои одежды, и потом они подошли, они увидели храмовую гору, и они увидели, что из того места, где была святая святых, Кольд Шакадошим, лисица выскочила, и они заплакали, и все раввины, кроме Рабакивы заплакали, а Рабакивы засмеялся, те ему говорят, слушай, Рабакив, что ты смеешься, это неуместно, так он им сказал, а чего вы плачете, он говорит, почему мы плачем, самая святая святых, это то место, куда Коин году, главный Коин заходил только в Ёмки-Пу раз в году, если бы какой-то простой человек туда зашел, просто он бы погиб, это святая святых, там сейчас лисы бегают, так нам не плакать, Рабакивы им сказал, вот поэтому я смеюсь, почему, потому что есть пророчество, в одном и том же пророчество написано о разрушении храма и о возвращении храма, так Рабакивы сказал, что если первая часть пророчества сбылось, я вижу действительно как все плохо, там написано, что храм будет полностью разрушен, полностью там будет лисы бегать, на самом деле это тоже, кто бы мог подумать, храм это было великое, великое место, и кто бы мог подумать, что на месте вот этот великый храм там будут лисы бегать, но говорит Рабакива, мы видим, что оно сбылось, значит я знаю, что конец пророчества тоже будет, даст Бог, храм будет отстроен, комментарий говорит, интересно, что Рабакива сказал, он им сказал, вот поэтому я смеюсь, некоторые комментарии говорят, поскольку вы плачете и вы чувствуете, что вам храма не хватает, вы действительно переживаете, вам это не просто так, вы ведете это к сердцу, я смеюсь, я радуюсь, я знаю, что храм будет отстроен, пока евреи, даст Бог, если евреи чувствуют, что там что-то не хватает, хочу в двух словах напомнить, из нашего урока, во-первых, я начал урок, когда мы делаем упрек, это важно, надо быть очень аккуратным, если вы слышите упрек, даже косвенный упрек, надо чувствовать, что может быть, это Бог специально так сделал, что это для вас, не надо паниковать, не надо сразу переживать, какой я грешник, но надо прислушиваться, я вам рассказал о ненависти, в нашей недельной главе написано, что евреи обвинили Всевышнего, что он нас не две, потому что у них была эта черта ненависти, и из-за ненависти, без причины ненависти между евреями был разрушен храм, Реварен Котлер сказал, что одна из причин, почему мы не чувствуем, что у нас нет нехватка храма, это потому что у нас нет желания, у нас нет великих стремлений, мы должны захотеть, мы должны понять, что мы неправильно живем, мы должны жить, мы должны быть пророками, мы должны приношения приносить, даст Бог, когда придет Машех, каждая еврейская мама должна будет принести за каждого своего ребенка это приношение, роженица должна принести за каждого своего ребенка, даст Бог, имейте ввиду, вы должны чувствовать, что нам этого не хватает, и человек, чем больше человек думает о храме, если человек переживает, Всевышний, конечно, даст Бог, чтобы мы удостоились, что Всевышний отстроил этот храм, и что действительно 9 ава должно превратиться в праздник, даст Бог, чтобы эта 9 ава мы удостоились, что она была праздником, чтобы мы действительно увидели, чтобы наши глаза удостоились возвращения Всевышнего, увидеть возвращение Всевышнего на землю Израиля. Спасибо за внимание и до встречи в следующей неделе.